Китайский концерн Great Wall ударными темпами развивает молодую марку Тэнк, которой поручены настоящие внедорожники. Пока что единственная серийная модель бренда — это Тэнк 300 с двухлитровым турбомотором. За первое полугодие в Китае реализовано 32 тысячи штук — это 44-е место среди всех внедорожников и кроссоверов Поднебесной. Базовая модель стоит 200 тысяч юаней — это два с четвертью миллиона в российских рублях. Но поддерживать трёхсотку вскоре будут другие модели. В первую очередь — более крупные, с индексами 600, 700 и 800. Первая из них должна дебютировать на автосалоне в Ченду 29 августа как Тэнк 600. Но машину срочно переименовали, хотя, согласитесь, название «Танк 600» в России звучало бы ярко. Да и очевидные дизайнерские отсылки к Тойоте Land Cruiser нашим покупателям польстят. Габаритные размеры нового танка — 500. Ещё предстоит уточнить — неясно, например, указана ли длина от бампера до бампера, и тогда эта машина сильно крупнее Тойоты. Или с учётом запасного колеса. В этом случае мы имеем дело со слегка увеличенным Хавейлом H9, колёсная база которого на 5 см меньше. Интерьер пока не раскрыт, зато известен силовой агрегат. Это новый трёхлитровый бензиновый битурбомотор, который умеет работать по циклу Миллера. В пару ему отрядили девятиступенчатый автомат, а китайские СМИ пишут даже о 48-вольтовом стартер-генераторе. Однако в целом же речь идёт о развитии известного в России Хавейла H9, который сойдёт со сцены. В девятке заимствована та самая платформа Тэнк, а именно рама, двухрычажная передняя подвеска, неразрезной задний мост и подключаемый полный привод. Очевидно, нового H9 не будет, и все рамные внедорожники Грейтволла соберутся под маркой Тэнк. Стоит Тэнк 500 должен не менее 300 тысяч юаней, то есть примерно 3,5 миллиона рублей. А в том, что машина появится в России, мы не сомневаемся. Кроссовер XC TXL продаётся в России под маркой Cherry XC. Но двигатель у них до сих пор был только один, объёмом 1,6 литра. Причём в России он дефорсирован до 186 сил. Теперь в Китае дебютировала новая топ-версия 400T. С двухлитровым агрегатом, семиступенчатым роботом Getrock, а главное — с передним и полным приводом. В России этот двигатель тоже появится, но сначала не на модели TXL, а на более крупном кроссовере Cherry XCeed VX, который должны представить в конце октября. Китайская версия VX развивает 254 силы, но для нашего рынка мощность наверняка уменьшат, чтобы вписаться в более удобный транспортный налог.